Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале, и это Династия Лойд-Застройщики 2-е поколение. Да, наконец-то мы продолжаем вместе с вами играть в наших застройщиков. Я, как всегда, как то же самое у меня было в Апокалипсисе, и то же самое происходит сейчас. Я смотрю на этих персонажей, я смотрю на этот дом. Ну, боже мой, я поверить не могу, что я в нем когда-то играла, и что вообще я его сама построила. Невероятно, невероятно. Очень я отвыкла, уже больше года прошло с тех пор, как я играла в последний раз в Династию. Так, говорят, твои Патриция и Меркурий теперь, друзья, она мне нравится. Ну да, Патриция у нас клевая, и я рада, что они с Грейс подружились. Так, Грейс, аккуратно, аккуратно, давай не будем с тобой шалить, пожалуйста. Да, у нас с вами понедельник, уже почти час дня, и наш Филберт до сих пор спит, как вы можете заметить. Но на самом-то деле, все дело в том, что, если вы помните, в предыдущей серии мы отмечали день рождения нашего наследника, наследника нашего второго поколения, и вернулись мы домой аж в 4 или 5 утра. И да, кстати, посмотрите, у нас здесь зима. Очень необычно, непривычно, учитывая то, что у нас сейчас, получается, начало августа, то есть лето. Самый разгар лета, так скажем, а у моих симов идет снег, и, о боже мой, знаете, это так прикольно, даже в каком-то смысле освежает. Я смотрю на вот это все, и мне уже не так жарко становится. В общем-то, я рада очень вернуться в династию, надеюсь, что вы тоже рады, что наконец-то выходит продолжение, что это такое сок со льдом. И автор неизвестен, понятно. Так, у нас тут цветочки. У нас тут, кстати, уже плохо стало совсем с цветочками, поэтому давай ты покушаешь, и потом выбросишь букетик. И да, я думаю, что наша Грейс прямо сейчас, пожалуй, что посмотрит что-нибудь в интернете по телефончику. Да, что-то можно сделать, просматривать веб-страницы, вот, отлично. Давай будем с тобой просматривать веб-страницы за завтраком, и наша Грейс сейчас прочитает последние новости, что случилось в нашем мире. Да, и как вы видите, сейчас она читает про морских животных, которым сейчас очень и очень не очень. Да, морские животные, которые обитают у нас в Сулане. А почему им не очень? Да потому что разбушевался Суланианский вулкан известнейший, и, в общем-то говоря, очень неожиданно произошло извержение. Сейчас облако пыли, облако пепла надвигается на все города. В общем-то, ситуация довольно-таки критическая. Морские животные тоже страдают, потому что не очень хорошие выбросы отправились прямо в морскую воду. И что это значит, ребята? Это значит, что теперь, как вы знаете, нам вместе с Симами нужно очень внимательно следить за экологией, и этим мы с вами и будем обязательно заниматься. Я думаю, что Грейс сейчас просто в шоке. Очень, конечно, сильно ее эти новости расстроили. Я думаю, что как только Филберт проснется, она обязательно ему расскажет о том, что она прочитала. И я думаю, что Филберт у нас, конечно же, будет там заниматься своими делами, совершить какие-то рабочие звонки, потому что что-то с этим нужно делать, а именно нужно беречь нашу экологию, нужно о ней заботиться. И да, ребята, я это так вас плавно подвожу к тому, к чему я хотела подвести вас еще год назад. Дело в том, что, по-моему, около года назад, прошлым летом, как раз-таки вышло дополнение «Экологическая жизнь». Да, предыдущая серия «Династии» снималась на тот момент, когда экологической жизни у нас еще в игре не было, но теперь она есть. Да, заодно давайте вспомним, как выглядит наш династийный участок пока что. И я не знаю, помните вы или нет, но вот здесь вот у нас такой есть лысый участок, такой лысый аппендицит, который меня, в общем-то говоря, немножечко смущал все это время. Вот он, этот наш лысый участок, вот это вот плеш на нашем династийном участке. Я специально перешла в режим строительства, чтобы вам показать. Меня это, если вы помните, довольно-таки всегда смущало, и я все никак не могла понять, что же нам тут такое разместить. Потому что, как казалось бы, уже оно все есть, и дом династийный есть, и сад есть, вот прям отдельные помещения, да, если вы помните, у нас тут наш сад, огород находится. И домик на дереве уже даже есть, совмещенный с такой беседкой, в общем-то, чего здесь только нет, но угол лысый остался. И сейчас, ну, в общем-то, как я уже сказала ранее, я это придумала достаточно давно, я это придумала год назад, когда вышло дополнение. В общем-то говоря, теперь наша святая обязанность вместе с Филбертом и вместе со всеми последующими поколениями династии Ллойд, это заботиться об экологии. Каким образом мы это будем делать? Вот этот угол мы с вами будем как-нибудь красивенько обустраивать специально под вот эти вот наши штучки, дрючки, которые пришли с новым дополнением. То есть, я планирую здесь, возможно, поставить какие-то ветряки или... Ну, в общем-то, как-то это красиво обыграть. Мне очень понравилось, как это сделала Трис у себя в династии Паспарту. Ну, у неё прям такой, как тоже отдельный домик, и там находится вся эта красота. И учитывая то, что наш династийный участок это такой, знаете, немножечко как мини-агрогородок получается, потому что очень много здесь таких вот отдельных участочков, отдельных каких-то домиков, в каждом из которых находится что-то своё. Поэтому я решила, почему бы здесь не появиться ещё одному такому сооружению, в котором будут находиться вот специальные такие экологические, в общем-то, приспособления, которые будут улучшать нашу экологию. Да, Айка, ты у нас просто золотая собака. Да, я думаю, мы с Грыз сейчас, конечно же, всё это поднимем и приберём. Так, а что ты хочешь вообще от унитаза? Да, я думаю, что можно было бы нам сейчас погулять вместе с нашими собаками. Кстати, да, ребята, если вы вдруг заметили, что у нас пол поблёскивает, то это не просто так. А всё это потому, что я ещё и тут на днях прикупила комплект непылинки. Да, если честно, никак не могла подумать, что я его куплю так скоро. Но дело в том, что я прохожу апокалипсис. О, это у нас сугроб такой, класс. Дело в том, что я прохожу апокалипсис, и, как оказалось, именно для прохождения апокалипсиса этот комплект просто незаменим, потому что он добавляет очень много хардкора. И да, поэтому я решила незамедлительно его приобрести. Каталог паранормальный я ещё не приобрела, к сожалению, но я обещаю, что сделаю это в самое ближайшее время. Ну, по крайней мере, постараюсь, поскольку каталог паранормальный тоже очень-очень добавляет хардкора в наш апокалипсис. Ну, а мы что хотим? Чтобы у нас всё было по жести, естественно, чтобы нам было интересно играть и смотреть на это всё, на эту всю красоту. Поэтому, да, и, если честно, я тут вот прошлась по нашим всем этажам, которых у нас довольно-таки много. И я не представляю, ребята, кто это всё будет убирать. Я думаю, как-то на двоих Грейс с Филбертом у нас будут с этим всем справляться. Так, подожди, солнце моё. Давай ты сходишь погулять с собакой своей, да, давай узнаешь Айка получше. И отправиться на прогулку, давай на какую-нибудь короткую прогулку, вот. Опа! Здравствуйте! Ага, ну молодец! Ну, в принципе, у нас Айка... Вот очень здорово, что у нас, знаете, так получается дом на отдельном участке, да. Вот, и получается у нас есть вот эта вот вся территория, на которой наши собакины могут смело делать все свои дела. Так, отлично, Айка у нас переоделась в свой ошейничек, в свой лиловый ошейничек. Боже мой, какая прелесть, какая красота! Так, ну давайте, идите гуляйте, да. Я думаю, что, в принципе, уже скоро можно Филберту вставать, потому что, ну, как бы три часа дня. Дорогой мой, я, конечно, всё понимаю, но, да, давай-ка ты уже поднимайся. А у Филберта тем временем, пока Гресс ему не сообщила о том, что у нас настал небольшой трендец с экологией в нашем мире, то у нашего Филберта на самом деле тоже полно дел, да. Как видите, он встал, он бодр, у него прекрасное настроение, ему исполнилось 20 лет вчера, и ему пришла только что в голову идея. Да, давай-ка ты, знаешь, давай-ка ты вот это вот заниматься стиркой, а что, у нас нету свободного этого? Ладно, давай положим в багаж пока что. И иди, иди, дорогой мой, принять, ну, давай освежающий душ какой-нибудь, не знаю, почему бы и нет. Да, дело в том, что в последнее время у нас какие-то со щитами происходят, ну, не то чтобы не палатки, но, в общем-то, как-то немножко скакала эта система в Sims 4. И, кстати, да, я не знаю, показывала я вам или нет, но я немножечко Филберта, как это сказать, причепурила немножко, поменяла ему прическу, сделала такой пучок с выпущенными прятками. В общем, мне безумно нравится, каким подрос этот молодой человек, просто вот не могу на него налюбоваться, если честно. Да, и из-за проблем со щитов, и вообще, в принципе, из-за того, что у нас по меркам второго поколения вот в династии, да, тем более в необычной династии, а в династии, где всё завязано на том, что мы должны вкладывать деньги в недвижимость и в строительство недвижимости, то дела наши идут, ну, не так, чтобы очень хорошо. Что с этим я собираюсь сделать? Значит, наш Филберт отправится, знаете, куда он отправится? Он отправится вот сюда, где находятся наши два сейфа, в котором у нас хранятся денежки в обоих, тут 50 тысяч и здесь 50 тысяч. Мы эти денежки заберём. Так, ты когда-нибудь мыться перестанешь? Ты уже помылся, давай, влазь, всё, хватит, хоре, хватит уже. Так, и, кстати, у нас что-то морозно, у нас есть термостат? По-моему, я же покупала термостат. Слушайте, не помню, если честно. Ну, вроде же я покупала термостат. Разве я не покупала термостат? Да быть такого не может. А что? А где? А где термостат? Я что-то не поняла. Это странно, ну ладно, хорошо, допустим. Да, в общем-то, мы сейчас все эти денежки из нашего сейфа заберём. Объясню, почему. Если вы помните, то на протяжении всего первого поколения так уж случилось, что не работала у нас черта характера. Не работала у нас наша черта характера рассудительной за жизненную цель сказочное богатство. Кстати, видите, у нас она не до конца исполнена, но, как вы помните, что у Джерома, что у Варги эти мечты жизни были исполнены полностью. Вот, но, тем не менее, у нас ни разу, ни разу за первое поколение не пришёл процентный доход. А это очень, я вам скажу, крутая штука, прям очень и очень крутая штучка. И, естественно, процентный доход зависит от того, какое количество у вас вот здесь в бюджете семьи. Те средства, которые находятся в сейфе, никак на это не влияют, к сожалению. Поэтому все наши денежки нам лучше иметь, конечно же, у нас в кармане, чем мы, собственно, и займёмся. Да, и после этого уже, конечно, будем что-то думать потихонечку. Да, потому что на один процентный доход нельзя рассчитывать. Будем заниматься нашим садом и также вернуться домой. Ну, правильно, давайте же возвращайтесь домой. Ну, вот как раз обрадуешь у нас Филберту, что не очень хорошие дела в мире происходят. Разбушевался в Сулане вулкан. Да, и я думаю, что наша Грейс, учитывая то, что она у нас любит очень растения, у неё вот жизненная цель, независимый ботаник. Так, и куда это мы пошли, мне интересно? Полоскать нори, да? Или что ты хочешь? Да, всё правильно. Ну, ты куда-то и пошёл, и куда ты пошёл. Непонятно, куда пошёл, наверх куда-то, ну да ладно. У нас, кстати, Грейс в прогулке вернулась. У вас положительная репутация. Предлагаю сразу начать должности укоротитель листьев. О, карьера садовода. А, ну вы не тому звоните. Нет, у нас Филберт не садовод, конечно. Если бы это Грейс предложили, я бы ещё поняла. Но, тем не менее, Грейс я вот не знаю, отправлять прям на обычную такую работу или нет. Может быть, и отправлю. Но, вообще, я бы хотела, чтобы она позанималась у нас вот здесь, вот флористикой. Чтобы она создавала букеты и, собственно говоря, потом их выставляли мы на продажу. Ну, как, не то чтобы выставляли на продажу, потому что продавита у меня нету. Мы бы их просто продавали через багаж семьи. Дело в том, что мне, помню, ещё очень давно писали в комментариях, что это довольно-таки всё прибыльное дельце. И я подумала, у нас тут целый сад-огород. В общем, целая куча ресурсов. Поэтому, действительно, почему бы и не попробовать? Что ты хочешь? Воспользуйся. А, ну ладно, хорошо. Я не буду тебе мешать. Так, и что-то вы с Филбетом разбинулись. Надо вам как-то вместе всё-таки поговорить, покумекать, немножечко обсудить сложившуюся ситуацию. Да, ну, где Нори? Где Нори? Иди, тебя хозяин очень сильно хотел как-то обнять, как-то... Куда? Что ты делаешь? Айка, прекрати немедленно. Господи, как это... А, боже мой. Так, отчитать запитьё из унитаза. Конечно, конечно, отчитать. Нельзя так делать. Ты что? Прекрати. Прекрати немедленно, Нори. Ты же воспитанный пёс. Почему ты не скажешь своей дорогой, любимой девушке, что, в общем-то, что нельзя такими вещами заниматься? И да, Айка у нас какая-то что-то совсем грустная стала, но вроде хорошо себя чувствует. Так, ты её прямо здесь отчитываешь, да? Ну, хорошо, замечательно. Грейс уже сама до тебя доберётся. Так, и что ты хочешь? Играть в куклы. Подожди, ты вечное дитя у меня, что ли? Обалдеть. Я даже, если честно, не помнила такого. Так, всё, Филберт, давай, иди сюда, поговори, пожалуйста, с Грейс. Поздоровайтесь, хоть в кои-то веки уже вечер, на самом-то деле. Мы вовсе до сих пор не поздоровались. Но это потому, что кое-кто у нас спал. Спал просто безбожно долго, конечно, да, это не очень хорошо. Да, ну, давай, поздоровайся с Грейс, расскажи ей о своих планах. Так, ошибки. Старейшие моды, цц. Интересно. Ну, ладно. Ну, допустим, хорошо. Привет, Грейс. Как твои дела? Как настроение? Я смотрю, я надеюсь, что ты не грустишь. Всё в порядке у тебя? Да, конечно, всё супер. Всё супер, Филберт. Только вот единственное, я тебе хотела сказать. Одну вещь не очень, конечно, хорошую. Я сегодня с утра в интернете вычитала. Так, нюхать свежие одежды. Расскажем, давай, ему грустную историю. Как дела, Филберт? Опа. Опа. Так. Ваше имя у всех на устах. Это всё понятно. Голосование закрыто. Свободная любовь получает большинство голосов сообщества и начнет действовать незамедлительно. Почему? Ну, мы же даже не успели поучаствовать в голосовании, ребята. Да, ну вы чего творите? Ну вы чего творите? Я первую серию отыгрываю с дополнением экологическая жизнь. Что ж вы наделали? Свободная любовь. Капец. Нам, кстати, надо оплатить счета 20 тысяч. Ёлки-палки. Надо срочно деньги из сейфа забирать. Боже мой, свободная любовь. Что за ужас? Кто бы мог подумать, что у нас в мире будет такая околесица твориться? Ой-о-о. Ладно, хорошо. Давайте пока что это опустим. Так, я что-то хотела мне рассказать. Ты не поверишь, я только что такое вычитала. Я просто в шоке. Дело в том, что в Сулане что-то случилось. В общем, прорвал этот вулкан. Ничего. Даже сверхмощные роботы не могут никак с этим справиться. Все просто в шоке. Спортсмены жертвуют из своих фондов просто бешеные суммы для того, чтобы хоть как-то помочь экологии. И я думаю, ты прекрасно понимаешь, что это значит. Что к тебе, конечно же, тоже будут вопросы. И я решила тебе это сообщить. В общем-то, чтобы предупредить и спросить, а что мы будем делать. Ну, слушай, это, конечно, спасибо, что рассказала. Конечно, новости совсем очень-не очень. Но я думаю, мы как-то с этим справимся. У меня, кстати, появилась идея. Я сейчас спешу с родительских счетов все деньги. И, да, кстати, надо для этого нам уже закрыть. Ну, в принципе, если мы сейчас эти деньги заберем, может быть, она и закроется сейчас. Ну, посмотрим. Будем смотреть. Да. В общем-то, Филберд наше сговорит. Я думаю, что мы как-то с этим порешаем. Ничего страшного. Под залог успеха. Нравится фитнес? Нет, я думаю, Грейс фитнес не нравится. Она у нас такая вся хрупкая девочка, тонкая, звонкая барышня. Да, поэтому, как бы, у нее просто хороший метаболизм, да. Чтобы она не съела, у нее все сразу уходит. Все, ничего не откладывается. В общем, ведьма она у нас. Да, настоящая ведьма. Так, у нас там Трой пришел. Трой пришел. Я так понимаю, к нам в гости? Или что? Или как? Трой, ты к нам пришел? Или ты уже у нас дома? Погодите, погодите. Я не помню, они сами заходят или как? Алло, ку-ку. Кто-нибудь Трое видел? Кстати, ребят, у меня такой был прикол. Когда я только зашла в игру. Так, я вижу Трое. Это очень забавно. Так, это манекены. Или он ушел у нас просто? Слушайте, он уже только пришел. Или он просто уже куда-то спустился? Да нет. Слушайте, непонятно, куда Трой подевался. Это, конечно, очень странно. Очень странно. Ну да ладно. В общем-то, такой прикол случился. Это хорошо, что я еще додумалась посмотреть в отношениях, что творится. У меня почему-то Элифия и Фурия были не под своими именами. У нас Элифия была... Элифию у нас звали Симеон, Сильвис Ветер. А Фурия у нас была как Эльфаба. Я вообще не поняла, почему такое произошло. Что там позбивалось. То есть, да, конечно, они у нас вместо старейшин. Я это все понимаю. Но имена у них совершенно другие были. И все раньше работало. А у Троя, кстати, не менялось имя на Моргена. Он как был Троем, так и остался. Да, настоящий волшебник, видите. Сказал, что пришел, а его нигде и нет. Ну, настоящий чародей. Короче, все понятно. Как бы все понятно. А может быть он... Нет. Ну, нету его здесь. Да, у нас дома, знаете, персонажа можно очень легко потерять. Потому что они могут быть где угодно. О, здравствуйте. Надо будет это, конечно же, поднять, устранить. Да. В общем-то, Филберт у нас сейчас скажет Грейс о том, что он обязательно как-то сейчас прочекает эту всю информацию. Что можно сделать, чтобы сделать наш городок более экологически чистым. И наш Филберт примет решение о том, что, да, как минимум, как минимум... Давай. Ладно, я же могу здесь рукой Бога пользоваться. Это не апокалипсис. Да, я уже отвыкла, что можно пользоваться такой вещью, как рука Бога. Конечно, удобная штучка. Ничего не скажешь. Филберт у нас примет решение о том, что отныне все жилые участки, которые будут строиться в нашем городе, вот здесь вот, в нашем Нюкресте, они должны будут иметь как минимум... Ну, как минимум одно небольшое сооружение или как минимум один предмет. В общем-то говоря, одну инстанцию по влиянию на экологию. Конечно же, положительному влиянию, в хорошую сторону. Вот. Постараюсь это как-нибудь красивенько обыграть. Филберт, что ты делаешь? Перестань, прекрати немедленно. Зачем ты меня позоришь? Я тебя так хвалю, что у меня такой мужчина вырос. Ну, вот это неряшество, конечно, это да. Это неряшество, это ужас. Но зато посмотрите, какой у нас мужчина вымахал. Я не знаю. Я просто в полном восторге. Так, давай ты кофе пить не будешь, пожалуйста. Мне интересно, куда пропал трой. Ей-богу, не понимаю этого. Ну, да ладно. Давайте спустимся все-таки вниз, к нашим сейфам. И будем их проникнуть внутрь. Отпереть и открыть. Отопрем и откроем, конечно же. Так, а Грейс у нас что делает? Изучать садоводство. Слушай, моя ты зайка, вы видите? Вы видите этот персонаж? Вот просто я ничего для этого не делаю. Она все делает сама. И сама в очередной раз доказывает мои слова. Вот просто умничка, просто умничка. Да, кстати, вот ты как раз изучаешь садоводство. Я очень сильно хочу, чтобы ты у нас здесь разобралась. Так, давай положим это в багаж со всем нашим добром. Давай, пожалуйста, собрать весь урожай. Я не знаю, как-нибудь дам тебе это несколько раз, потому что оно может у нас сбиваться. Да, я хочу, чтобы мы собрали весь урожай. И, может быть, мы не будем все продавать. Посмотрим, по крайней мере. Вот, кстати, еще с пчелами нам бы тоже разобраться. Они у нас в ярости. Я уже успела посмотреть. Так, а ты у нас еще идешь в сейфы. Отлично. Ты у нас еще идешь к сейфам. Ну, в общем-то... Да, трое у нас, так скажем, просто весточку у нас кинул, волшебную, чародейскую весточку нам закинул по поводу того, что они себе, учитывая то, что теперь они не так отрезаны от всей вселенной, как это было раньше. Теперь у них там организовалась такая неофициальная школа магии, что называется. И, учитывая все эти факторы... Так, вы нам откроете? Да, елки-палки! Я надеюсь... Так, нет, стоп-стоп-стоп-стоп. Давай тогда... Вот что за дурная система? Ну, это же... Ну, это же наши сейф в нашем доме. Это наши родители положили туда деньги. Я надеюсь, что сейчас нас не загребут никуда. Потому что это будет очень смешно, на самом деле. Вот не понимаю я этой системы как-то... Мне кажется, что это неправильно. Опа! Нормально. Нормально. Ну, сразу видно, собака-чародея. Все как бы... Здесь все в порядке. Здесь все подвергается логике, поэтому ничего страшного. Так, и что это такое? Нехватка бодрости? Обалдеть, ребята! Я впервые такое вижу. То есть, это так действует система безопасности, что ли? Это вот значит, мы высыпались целый день для того, чтобы сейчас грохнуться в уборок. Нет, а подождите! А мы-то деньги наши получим в конце-то концов или нет? Алло, вы, ребята, вы что творите? Это все наши деньги, вы чего? Вы чего? Это же... Слушайте, вот это будет, конечно, очень смешно. Если вот эти сто тысяч сейчас как лежали, так и останутся там лежать. И ничего мы с этим не сможем сделать. Но это как-то совсем будет неправильно. Обалдеть. Ну, зато режим не собьешь. Нормально ляжешь ночью, поспишь, все будет хорошо. Да, я говорила о том, что к нам трой, в общем-то, будем считать, что он к нам все-таки заглянул. И оставил нам весточку, да. И рассказал о том, что они с учетом последних событий прикупили себе средства связи вместе с Фурией и Элифией, а именно телефончики. Теперь мы с ними не можем связываться нормально. В общем-то, не обязательно будет для этого кататься в мир магии постоянно. И трой сказал нашему Филберту, попросил передать Грейс, что Элифия, в общем-то, ее будет ждать у себя. Что ей есть что сказать, и, в принципе, она очень хочет помочь ей найти себя, так скажем. Так, о, наконец-то, наконец-то мы взломали сейф. Да, для этого пришлось вор в законе. Боже мой, посмотрите, вот эта вот лапочка, вот этот добрейшей души персонаж. Вор в законе, ну, одно лицо, правда? Ну, вот просто посмотрите, ну, вот сразу видно, ворюга. Просто ворюга, вот законченная ворюга. Ой, я не могу, конечно, так смешно здесь это все работает. Так, ну, давай положить деньги. Не, давай возьмем деньги из хранилища. Ну, все возьмем, да, все 50 тысяч, пожалуй, что. Вот, да, давай забирай все это богатство. Вот, станем богатыми, будем тогда эти сейфы, получается, будем их наполнять. Когда у нас, ну, будет хотя бы, знаете, ну, каких-нибудь 1500, да, то есть, когда у нас будет стабильная сумма, и у нас будут точные гарантии, касающиеся того, что мы спокойно сможем построить любой участок, будь то общественный лот, будь то жилой какой-то лот. Вот, мне, кстати, я еще не придумала, что Филберт у нас будет строить, в общем-то, в этом поколении. О, отлично, жизненная цель выполнена. Красота, красота, все, у нас есть черта характера рассудительная, у нас 154 тысячи на счету, вот он наш рассудительный, аллилуйя, все, ребята, теперь ждем наши денежки, ждем наш процентный доход, я надеюсь, что он придет, да, а пока что, кстати, давай мы с тобой-то оплатим счета. Да, Грейс, ты до сих пор у меня в саду колдуешь, да, отлично, отлично, ну, давай, давай, моя хорошая, развивайся, прокачивайся тебе, это только на пользу. Да, и, в общем-то, Элифия сказала Филберту, что она всегда будет рада помочь Грейс с ее обучением, помочь понять себя, понять, кто она такая, какой силой обладает на самом деле, о нашей Грейс действительно стоит еще очень много в чем разобраться, но разбираться мы с этим будем, конечно же, вместе, это я вам обещаю, все это на произвол судьбой я не кину, да, вы обязательно обо всем узнаете, даже не сомневайтесь. Так, ну, а пока что, знаете, это такая у нас разговорная серия вышла, такая, что ли, не знаю, серия а-ля поделилась с вами планами своими, поделилась своими мыслями и рассказала, что вообще происходит. Кстати, я хочу посмотреть календарь, что это, фестиваль умникон, потом день лотереи, о, классно, обязательно надо будет поучаствовать, так как, да, у нас праздник зимы, и вот здесь у нас канун Нового года, слушайте, то есть это у нас только-только началась зима вообще, у нас еще впереди Новый год, обалдеть, и потом день рождения у Грейс, ого, и совсем, казалось бы, смотрите, не так уж, как бы, не так уж и долго до дня рождения Филберта, а что так быстро, а чего так быстро, у меня один вопрос, как-то, мне кажется, это слишком скоро, обалдеть, ну ладно, хорошо, учтем, учтем на будущее, да. В общем-то, вместе с вами будем совсем обязательно разбираться, да, пока что вот у меня в планах, в общем-то, чтобы Грейс у нас занялась флористикой, да, я так поняла, что ты весь урожай собрала, да, или как? Ну, тогда, знаешь что? Тогда, моя хорошая, давай еще вырвать растения, зачем? Давай, тут у нас урожая нету, да, я так понимаю, я так понимаю, что тут у нас урожая нет, способствовать росту, давай поспособствуем, вот, отлично, и тогда мы будем заниматься с пчелами, вот, и потом еще, если, конечно, Грейс будет в состоянии, хотя она в хорошем состоянии, мы тогда еще с заплаткой немножечко поговорим. Так, давай используем средства от клещей, конечно же, для наших пчелок, и попытаемся, попытаемся подружиться с пчелами, вот так вот, да, опа, стоп-стоп-стоп, так, отлично, мы усердно работаем, все хорошо, так, а ты у нас где? Ага, прекрасно, прекрасно, прям, прям лицом в снег, замечательно, попка из своей очаровательной кверху, ну, хорошо, хорошо, так, и так и не оплатил счета, да, видимо, увидел, какую сумму надо оплатить, им резко поплохело, ну, я тебя, Филя, понимаю, но, знаешь, я тут слышала, что счета и на 100 тысяч приходят, но это, конечно, просто катастрофа, если такое случится, я бы не хотела, чтобы у нас такое происходило, это будет совсем не кстати, и, да, кстати, может быть, мы и тебе же цета закроем, связанную с богатством, где они, наши денежки, во-первых, барона, о, отлично, жизненная цель выполнена, вот так вот, очень удобно, знаете, когда династия развита, вот так вот, очень удобно, щелк-щелк, буквально два клика, и уже исполнена жизненная цель, уже черты характера вам бонусные, пожалуйста, баллов счастья, сколько хотите, пожалуйте, поэтому, да, кстати, а что у тебя, у тебя популярный автор, я это помню, я это помню, так, он у нас, да, в отца пошел полностью, прям, и совсем не продвинулся по жизненной цели, ну, будем стараться, но я думаю, попозже, сейчас еще не время, я думаю, что Филберт у нас еще не дошел до этого, так, ну что, дорогой, я так понимаю, что ты уже нас вообще бесил, поэтому давай воспользуешься, ну, вот так вот давай, и будешь спать, Грейс у нас как настоящая пчелка-труженица, тут изо всех сил помогает Филберту, вот, уже пытается с пчелками подружиться, я думала, что у нее все хорошо пройдет, но, видимо, я помешала, да, не надо было на нее камеру доводить, поэтому немножечко покусали, но я думаю, что все будет хорошо, что Грейс наша затащит, да, ну, а с этими как? Нормально они тебя воспринимают? Или как? Или покусают? Не? Вроде как нормально, слушайте, уже, а не, слушайте, все равно напали, ну, ладно, ничего страшного, ничего страшного, все будет хорошо, дорогая моя, не переживай, да, Грейс у нас как настоящая пчелка-труженица, все трудится и трудится, старается помогать Филберту по хозяйству, за что ей, конечно же, просто огромнейшее человеческое спасибо, так, кстати, у нас тут уже испортилось, блин, ски, я забыла убрать в холодильник, ай, ну, ладно, прости, Грейс, но испортилось твое творение кулинарное, да, и, наверное, знаете, да, действительно такая вышла болтологическая серия, создать композицию, давайте все, что у нас тут есть, что мы можем создать, у нас второй уровень флористики, да, давайте будем вот в этом прокачиваться, давайте не будем тратить денюжки, если у нас есть колокольчики, они вроде дешево стоят, поэтому давайте из колокольчиков сделаем композицию, в общем-то, буду пытаться прокачивать как-то ее вот этот вот навык, и посмотрим, что из этого выйдет, может быть, действительно мы будем как-то раскручиваться на цветах, потому что, вот правда, я точно помню, мне кто-то писал, что это довольно-таки хорошую прибыль может приносить, ну, в общем-то, будем пробовать, да, будем что-то думать, ну, а пока что я благодарю вас за внимание, спасибо огромное за то время, которое вы мне уделили, следующая серия у нас уже, возможно, ну, я думаю, что она у нас будет более, скажем так, информативная, уже будем заниматься какими-то насущными делами более, возможно, в мир магии отправимся, поговорим с Элифией, посмотрим, что она нам скажет, что предложит, да, и будем дальше разбираться с нашей Грейс, с ее способностям хранителя времени, что нам с этим делать вообще, как нам с этим быть, ну, а пока что всем огромное еще раз спасибо за внимание, всем до новых встреч, и всем пока!